Здравствуйте, уважаемые сутоводы, огородники! Сегодня хочу вам показать свою рассаду и рассказать о самой лучшей, на мой взгляд, универсальной подкормке для томатной помидорной рассады. Эта подкормка стимулирует рост корневой системы, повышает плодородие почвы, делает стебельки и корни крепкими, здоровыми, повышает иммунитет растений и устойчивость к болезням. Такую подкормку можно сделать абсолютно на любом этапе выращивания рассады, от момента всходов и до высадки рассады уже непосредственно в теплице, ну либо в открытый грунт, где вы ее будете выращивать. Итак, я сегодня буду удобрять вот эту рассаду. Сейчас я ее немножечко отставлю в сторонку, чтобы приготовить саму питательную подкормку. Мне понадобится тарелочка и питьевая вода. Пол кружки воды я выливаю в тарелочку стеклянную, добавляю к этой воде пару капель аптечной перекиси водорода, можно 2-3 капельки добавить. И также нам понадобится мед. Вот, это у меня обычный жидкий пчелиный мед, цветочный. Буквально одну капельку, много не надо, буквально чуть-чуть совсем. Вот такая вот капелюшка меда будет нам вполне достаточно. Вот я взяла ложечку, аккуратненько все перемешиваю, чтобы все у нас распределилось, чтобы вода, перекись и мед соединились. Получается такая вот абсолютно прозрачная жидкость. Удобрение, очень питательное, мед содержит в себе очень много микроэлементов, витаминов, напитает почву. Поливать я буду с помощью шприца. Так, вот так вот я набираю. Давайте рассаду поближе поставим, чтобы удобнее было подкармливать. Так, все, вот наша рассада. Давайте еще чуть-чуть поближе к камере. Берем наш шприц и начинаем аккуратненько под корешки, под самые капельками вводить нашу питательную подкормку. Благодаря такой подкормке и помидоры, и перцы, и огурцы просто великолепно растут. Вот эти помидоры посажены в начале марта. И для своего возраста, им всего три недельки, эта рассада достаточно крепкая. Совсем скоро я ее уже буду пикировать. И вот такая вот подкормка. Делаю ее один раз в неделю. С момента всходов, это третий раз я ее кормлю. Так, аккуратненько, под корешки. Стараемся, конечно же, листики не обливать. Сейчас возьмем второй контейнер с рассадой. Снова набираем шприц. И начинаем капельками подкармливать под самый-самый корень. Очень полезная подкормка, благодаря которой растение, рассада наша будет крепкой, сильной, здоровой, с хорошим иммунитетом. Не будет болеть после пересаживания, после пикировки. Сразу пойдет в рост. Корни будут также сильными, крепкими. Быстро утолстится стебелек наш. Очень-очень хорошая подкормка. Я ей пользуюсь уже много лет, поэтому рекомендую попробовать и вам. Тем более, средства полностью натуральные. На листике я чуть-чуть накапала, извиняюсь. Средства полностью натуральные, никакой химии. Химию я не люблю, никогда такие химические подкормки не делаю, только натуральные. Берите на заметку, пользуйтесь. Желаю вам в этом году хороших урожаев, хорошей рассады, крепкой, здоровой и много-много-много плодов. Давайте еще немножко подкормим. Вот таким вот образом. Благодарю вас за внимание. Если видео вам понравилось или чем-то было для вас полезным, то подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем до свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok